Пусть говорят, но для того и собрать сейчас поговорить. Поэтому тему-то мы не определяли, поэтому тема будет как раз формироваться вашими вопросами, то, что вас интересует, потому что вот такая спонтанная тема, мы сейчас об этом говорим перед началом с ребятами, в чем наша сила? Наша сила в отсутствии программ, каких-либо заготовок и четкого алгоритма действий. То есть мы не предсказываем. Вот это славянская натура, вот это загадочная русская душа, которую в какие бы рамки ты ни поставил, она все равно за эти рамки выходит. Никогда славяне не подчинялись никаким алгоритмам, никогда не было никаких жестких программ. Поэтому всегда все наши тати, басурмани, как хотите их там называть, они ломают голову, что с нами делать. То есть мы отличаемся от остальных народов тем, что мы, может быть, с их стороны там считается плохо, что мы неорганизованы. То есть у нас каждый Бога сотворец. То есть мы вместе с Творцом, каждый сам на своем месте творим вот наше бытие. Поэтому не сбиваемся в стаи, как правило, как есть, допустим, у других народов. Иногда нас загоняют, конечно, в стадо, мы соглашаемся с этим, но до некоторого момента. Потом, когда приходит процесс пробуждения, начинаем просыпаться. Хотим мы там или не хотим, но вот так получилось. Дело в том, что раз мы созданы по образу и подобию, то мы не предсказываем, мы парадоксальны. И вот эта парадоксальность всегда как раз сбивала стопу тех, кто против нас работал. И вот сейчас как раз наступает такое время, когда эффект вот этой парадоксальности, эффект непредсказуемости, он начинает работать. Начинает работать лишь только потому, что созрели объективные условия, начался галактический день, сейчас идет рассвет. И вот благодаря этому мы начинаем просыпаться. Поэтому, о чем поговорим? Что вы хотите узнать? Запитание. Давайте, вашу парадоксальность проявляйте. С эти события, вот сейчас, что происходит у нас, к чему это? Евромайдан. Да, Евромайдан. Хорошо, давайте с этого начнем, а потом посмотрим, что происходит. Разогреемся, да? Хорошо. Значит, что с Евромайдан? Эти события все запланированы уже очень давно. Мы сейчас просто пожинаем следствия. Программа эта была расписана в начале 90-х годов, если точнее, с 91-93 год. Это операции спецслужб. Нас к этому готовили вот эти все 23 года. Подготовили людей, общественное мнение, как формирует общественное сознание. То есть совознание, да, совместное знание. Вот 23 года нам ломали общественное сознание, и сейчас мы как раз подошли к тому моменту, когда настала пора. Все президенты вот в этой связи были подобраны в соответствии с четкой алгоритмической последовательностью. То есть сначала был Кравчук, затем Кучма, он выполнял определенные задачи. Затем Ющенко, да. Они сначала посчитали, что они упредили ситуацию и нужно Януковича, о чем ее поздравил, да, Путин с первым. Но потом они все это перекрутили, потому что провели мониторинг, люди не были готовы. Поэтому быстренько поменяли Януковича на Ющенко. И вот когда мы созрели в период правления Ющенко, вот до Евромайдана, нам сейчас как раз и навязали вот эту ситуацию. Почему? Потому что раньше запускать вот эту систему семьи, так называемой, да, то, что мы сейчас говорим, семья, семья, про власть, было нельзя, люди не были готовы еще. А сейчас они уже готовы. То есть протестные настроения созданы. Почему? Вот и в 2000-2001 год начался правовой коллапс в Украине. Ну, если юристы здесь есть, они знают, что это такое. О чем это говорит? Правовой коллапс запускается тогда, когда государство, как проект, никому не нужно, и пора его сворачивать. Либо сворачивать то население, которое не считает, что это население здесь оно живет, и нужно просто-напросто убирать. Вот и начались правовой коллапса, судебные реформы. Попытались в 2004-м году поменять конституцию, да, помните, да, качели вот эти сначала поменяли, потом не поменяли. Ну, мы же знаем с вами, что все же идет у них там. Они действуют четко по программе, поэтому они для нас предсказуемы. А они это кто? Ну, как бы, давайте обрабатываемся. Кто нами управляет? А кто нами управляет? Так, ну, расскажи. Если мы софранцы, то кто нами управляет? Кто взял на себя такое время? Кто взял на себя такое время? Вот давайте смотреть. Когда мы упустили эту возможность, упустили очень давно. Пять с половиной тысяч лет назад. Жестко начали нами управлять, начиная с 988-го года, когда был осуществлен перехват власти. Когда пришел Каган Владимир, которого потом назвали великим к власти. Вот у нас название Гриня, открывайте и смотрите. Да? Кто он? Сын Раввина, раб-бич. Не раб, как говорили, да? Что он сын Раввины. Нет, он раб-бич. Вот с того момента все началось. То есть, изгнание жрецов, волков, когда убрали иммунную систему нашу, да? Жрецы, которые, видите, все знания. После того, как произошла зачистка. Ведь он нашел с чего? У него же названные были братья, княжича, да? Он что с ним сделал? Он его убил. То есть, начали зачистку управленцев, так называемых варных управителей, воинов. И это продолжалось все до последнего времени. И вот сейчас, когда не осталось ни волков, ни жрецов, ни управителей, ну вот мы имеем то, что имеем. То есть, остался народ незащищенный, без системы. Кто это они? Они это система, которая готовила нас к тому, чтобы на новом этапе мы как раз и выступили как сотворцы. То есть, по замыслу того же Творца. Был внедрен вирус информационный, прежде всего и генетический, в виде народа. Эти народы были специально созданы. Хоть у Синайского Торпохода часть из них, но над ними еще стоят управленцы. Сейчас эти управленцы территориально, физически находятся в Лозанне, Швейцарии. Оттуда дергают заминочки, если вас интересует кто. Они не публичные люди и никогда не будут публичными. Мы даже не узнаем, кто это был. Вот то, что комитет 300, то, что там трехсторонняя комиссия, Билетбергский клуб, там Форбс. Форбс. Эти люди, которые известны, это все вот вершина из них. То есть, те публичные, кого нам показали. То есть, они выполняют задачи администрирования, задачи управления. Финансы, вот это основной управленческий ресурс, с помощью которого они нам управляют. Вот эти люди уже видны. То есть, да, мы знаем, что там есть Ротшильды, есть Рокфеллеры, есть Дюпоны, есть Барухи, есть Саксы и так далее, и так далее. Список там, пожалуйста, берите книгу «Комитет 300». Но что с 300? С 300 они резко начали в последнее время сокращаться каким-то образом, совершенно непостижимым. И сейчас стало меньше. То есть, вот благодаря тем объективным процессам на планете, которые начались. Как это все управляется? Управляется это все достаточно просто. Есть невесомые структуры, так называемые. Ну, то, что тонкий план еще называют. Ну, эфир, назовите там, как угодно. Вот, есть некие силы. То есть, это уплотнение. Произошло уплотнение в невесомых структурах, в тонкоматериальных. Это уплотнение должно себя что? Проявить каким-то образом. Как оно проявляет в явном мире здесь? То есть, мы этого не видим, мы чувствуем. И те, кто люди видящие, те только знают, как работать с этими структурами. Так вот, эта система уплотненная. Для того, чтобы стать энергией, должна найти, где нет такой плотности. И потечь в это бесплотное пространство. И там реализовать себя. Так вот, вот это протекание с невесомого мира, с тонкого плана, на явный мир, в наш материал, происходит через конкретных людей. Через человека-духа. То есть, проводники, так называемые. Ну, на западе их еще называют провайдеры. Вот это управители. Есть такая еще категория, их называют предикторы. Вот они тоже непубличные люди. Но как раз за ними стоит весь этот ряд, о котором я сказал чуть выше. И вот сейчас началась меняться политика на уровне глобального предиктора. К власти в 10-м году пришел человека-дух. Он сейчас предиктор, он провайдер. Ну, слыни. Но поменять вот эту всю энергию систему очень быстро не получится. Представляете, масса народов, миллиардов, да, людей, и всем поменять в головах сразу всю эту программу. То есть, что получается? Может быть, он что-то и хотел бы сделать, но сделать не может, потому что... Сознание общественное зависит от чего? От нашего с вами права выбора. Пока мы не реализуем свое священное право выбора, и не скажем, что мы хотим жить по поконам, по заветам предков, да, что мы хотим жить в гармонии с природой и по совести. Так ли вы? И вот пока мы этого выбора не сделали, вот эта плотность, которая зашла через этих конкретных людей, она не может реализоваться. Но в связи с тем, что система вот эта инертная, эти процессы, они долгосрочные вот в социальной перспективе. Поэтому Новодорская так и сказала, что да, говорит, мы уйдем, мы это понимаем, но двери хлопнем так, чтобы мало не покажется. И вот наша задача сейчас, либо что-то там с дверями придумать, либо вообще их снять, чтобы не хлопали, либо какой-то инструмент там придать, чтобы вот этот хлопок, скажем, не произвел вот негативным последствиям, каким-то тяжелым, которые скажут, скажем, на всей социальной группе, на всех народах славянских. И вот сейчас пришло время заняться чем? Первый вопрос – это начать великое объединение славянских народов. Второе – возрождение славянского языка, истотного, так называемого, да, и культура. Русикам. Почему слово «русь» так боятся? Чего они так боятся, не знаете? На Западе, даже вот они сейчас уже российский язык придумали. Четырестное числовое значение, да? Чувствительность, устоя, определенная форма. Так вот, «русь» писалась через голову. Но если это «поук», то кто-то может это произносить как «русь», а кто-то может произносить как «русь». В зависимости от того, какая территориальная громада, скажем, если это взять племена славянские и северные, то они говорят «русь». Если мы «южный» возьмем, да, вот «южно-юго-западный», то, что сейчас украинцами перекрестили уже, и они считают себя украинцами, то вот «русь». Поэтому там «а» тут, да? Если «вера», то это «и-е». То одни говорят «вера», другие говорят «вера». А то, что это «вера», ни те, ни те не знают уже. Точно так же, как и здесь, что это «русь», ни те, ни те не знают. И поэтому вот так вот оно все и идет у нас. Поэтому, как только возвращаемся к своему языку, и нам станет понятно, то есть хотя бы, вернем, хотя бы минимум выйдем на 49, вот, знаете, на эту матрицу, то включится матрица мозга. Сейчас как раз процесс отведет. Вот эта тонкоматериальная сущность, которая сейчас проявляется, да, она готова включить вот наш мозг, чтобы он заработал. Не на 3% работал, а начал постепенно вот увеличивать все это дело. Процент задействования структур головного мозга. То есть нам нужно менять свою матрицу мозга. Это как матрешка. Матрешки все видели, да? Одна в другую вложена, вложена, вложена. То есть мы должны вот эту маленькую матрешку, теперь, которая у нас в голове, да, а рядом стоят вот это большие, немаленькую матрешку, что начинать одевать уже на нее сверху большие матрешки. И когда мы все сформируем эту матрешку, тогда мозг заработает на 100%. Но пока у нас вот эта вот маленькая матрешка, там, малюсенькая самая, которая у нас в голове крутится, и то не в ту сторону, в которую нам надо. Вот нам ее надо сначала закрутить в ту сторону, в которую нам надо, против часовой стрелки, а потом начать одевать на нее остальные матрешки. Тогда матрица заработает. Вот, сложно в этом ничего нет. Как это вот на практике делать? Мы тоже можем поговорить, если какому-то интересно. Поэтому вот с этим словом, раз уже евро-майдань уже взошла, да, РОСЬ, надо разбираться. РОСЬ, слово, его производное слово РОСЬ, что это такое? Что РОСЬ означает? Есть вода на земле чище, чем РОСА? Нету, да? То есть чистота. Вот это и есть РОСЬ РОСА. Речка РОСЬ у нас есть? Нет. Все знают, да? РОСЬ, то есть РОСЬ сеющая, да? Чистоту сеющая. То есть это вот как раз о РОСЬ, это о людях с белым цветом кожи, это о славянах речи. Поэтому, если собрались наши ТАТИ на какое-то собрание там торжественное и хотят нам ШКОДы наделать, а перед этим, как обычно, нужно что песни запеть, так или нет, потому что об этом знают, то как они должны петь, чтобы нам ШКОДы наделали? Как слова сложить? Вот какие примерно слова могут? Асимхрон. А? Асимхрон. Я вам в документ озвучу уже. Написано. То, что сейчас на Майдане поем. Слушайтесь слова. ЗГИНУТ НАШИ ВОРУЖЕНЬКИ. Я? РОСА НА СОЛНОСЕ. Это кто поет? Вопрос у меня. Это что, у людей мозгов нет? Некоторых. Так вот, гимн, написанный студентами польских, когда-то, масонами, и внедреный в определенную структуру, вот сейчас вошел к нам, в нашу жизнь, и вот его поют. Представляете, что на Майдане поют? То есть они находятся на территории славянской, на территории титульной нации, где живет 80% подавляющее большинство славян, и сами славяне, сами славяне, себя охотируют и замеруют. Как дальше у нас в гимне разворачивается вся эта ситуация? Вспоминайте. Как там заложена программа геноцида? Душу и тело мы положим. Да, душу и тело. Душу положим, да. А теперь абсолютно правильно. Кто там в этой партии сейчас, какая нас там заправляет основная? Свобода, да? Что такое свободы? Тимовое слово. Сы, да? Обод. А, то есть богоборчество. Тот, кто идет против Бога. Если мы идем к небесам, к Богу, то это свобода, небеса. Вот свобода и равенство, вот это специально были внедрены для того, чтобы, в общем-то, поломать систему славянскую. Вот это два слова, которые разрушат всю нашу систему. Если мы только говорим о равенстве и говорим о свободе, то мы с вами не выполняем свою миссию, мы идем против Бога. Дальше, какие слова в гимне? Запануем мы, братья, да? Мы в родной сторонке, так или нет? У меня вопрос, над кем панувать будет? Ну, если есть господин, да? Тот, кто будет господствовать. То над кем вопрос? Над самим собой. Да, над самим собой. А третий куплет возвращаем, что там написано? «Недамоны кому пануваты». Так мы запануем или не дадим никому пануваты? Что получается? Что механизм геноцида, внутренней пружины, заложен в гимн, все его поют, в том числе сейчас на Майдане, и, в общем-то, занимает вербальное уничтожение к титулу нации, которая здесь проживает. Ну, так все просто на самом деле. Эти все вещи, вот этим вещам, три тысячи лет, это все было еще апробировано в Египте во время революции, которую там они устроили, те, кто от нами управляет. Три тысячи лет перевели все только на русский язык. Мы сейчас эти слова все слышим. Все старо как мир, никто ничего нового не придумывает. Берем тексты старые, смотрим их в соответствии с современным, и все становится понятно. Так вот, они действуют по определенному четкому алгоритму, он совершенно четко прописан. Вот смотрите, «Арабская весна», вспоминайте, как они заходили, да? «Арабская весна» начиналась. «Дошли и в Сирию уперлись». Ну, встали. Сирийцы должны были пасть в одиннадцатом году, но вот каким-то образом устояли, да? После Сирии в двенадцатый год должен был пасть Иран, сейчас должен был полыхать, что Кавказ, и они должны были где-то стоять под Ростовом. Но не случилось. Другой вариант. Что тут, что нужно делать? Где слабое звено? У Руси. Украина. Украина. Поэтому сейчас, как Крым готов, и Майдан уже готовится. Вот это вот называется «Украинская осень». То есть мы плавно от «Арабской весны» перетекаем в «Украинскую осень» и в «Украинскую осень». Вот это у них все идет по плаванию. Этот алгоритм был прописан еще в начале девяностых. Мы сейчас просто пожинаем плоды. В связи с тем, что мы занимаемся анализом, анализом. Анал из, вот то, что из анавы. А нам нужно смотреть то, что вышло из анавы сейчас, то, что происходит на Майдане. Разобраться. А кто же заложил вот эти основы несколько тысяч лет назад? Как по этой программе прошлись? Как уничтожили язык? Как уничтожили культуру? Как уничтожили элиту? Как подменили эту элиту? И почему вот сейчас в таком состоянии угнетенном руины оказались? Понятно, кто они. Персонали, если хотите, они, то те, кто того, кого мы видим. Ну, Украину кто-нибудь видел? Украину из вас кто-нибудь видел? И можно увидеть? Под стол, если посмотрим. Есть Украина? Нет Украины. Что этого? Что этого? Это в наши головы вложили моду определенную, которую идентифицировать, пощупать и потрогать нельзя. Это вот иллюзия. Вот это голограмма. Вот вложили эту голограмму, и она работает. И все вдруг, прошло сто лет, и все вдруг стали украинцами. Шевченко почитает, он не знал это слово такого украинца. Почитайте, был и был ролик. Он тоже узнал, что есть украинца. В какой мере они жили? В какой мере они жили? Малоросы. 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 Ну, малоросы не совсем был. Понимаете? Малоросы, великоросы. Мы здесь с вами сейчас начнем возвращаться, чтобы мы не уходили очень далеко, чтобы вы понимали, что было славянское племя. Одно великое, потому что оно было по численности огромное, да? И были другие. Одно было меньше. Вот это, то, что меньше, это малоросы. Это рассеянные тоже. Ну, корреглазые так называемые. От них уже там и анты, и все остальное. Вот то, что сейчас вывели, это вот на базе рассеянных. На базе антов. То есть генетический фонд взят оттуда. И вот сейчас... Ант в 8 времени, это на какой-то частишно рассеянных. Да, да, это его египет. То есть это не обязательно те, кто на Украине? Нет, нет, нет. Они, во-первых, надо понимать, что они после гибели Атлантиды, они оттуда пошли. Они прошли там, мягко говоря, генетическую, интеллектуальную зачистку. После того, как они оказались на территории Египта, они оттуда пошли в нескольких направлениях. Часть ушла, если интересно, в Индию, потом там часть в Корею. Они там вообще стали вот этими узкоглазыми. Вот, часть, скажем так, осталась, что шли в Эфиопию, там почернели. А часть оказалась здесь с рассеянными. То есть рассеянных, в общем-то, пустили, потому что единокровный, язык один и так далее. Часть оказалась здесь. Вот через них и было осуществлено вот это вот, мягко говоря. Ну, первая волна елиси жидов, стучек, это вот и есть оно по истории. Поэтому так вот нас потихоньку брали. Каким образом? Отрывали часть народа. Голову вносили голограммно, другую матрицу. Когда он начинал работать, их пропускали к здоровому особям. Они начинали вибрировать, да, на соответствующей частоте. И этой голограммой, этими вибрациями заражали всех остальных. Точно так, как вирус. Как вирус внедряется в организм? Он же внедряется постепенно, да? То есть по чуть-чуть захватывает определенный участок. Больше, 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 больше. И потом начинает шириться и начинает паразитировать на всем организме. Вот эта вся, ну, скажем так, программа, она как-то связана с отрицательным резус крови, положительным вашим знакомым? Во-первых, отрицательный или положительный резус крови – это уже материальный план, информационный план, здесь который в явном мире проявляется. Сказывается, но сказать, что отрицательный – это плохо, а положительный – это хорошо, тоже нельзя. Это мы себе так вот заложили, да, и считаем, что вот есть положительный, а есть отрицательный. Вот мы ехали в поезде, человек потом не спал после беседы вчерашней, кошмары снились. Я говорю, хорошо, есть отрицательный и положительный, а третий что? Мы же по троице всегда живем, и ж ты троечил. Так третий что? Ну и троечил. Единое, но и единственное. Нет, это иллюзия как раз есть. На клетке крови есть определенный… Марку, конечно. И вот это назвали положительным, хотя на самом деле это носитель некоего прикрепленного импланта, скажем так. Так вот, чтобы дальше нам с вами пойти, давайте тогда распутываться с этим вопросом. Итак, вначале было слово, да? И слово было у кого. Это что такое? Это информация? Или нет? Информация? Информация. Ну, до слова что было? Мысль была, да? Мысль – это информация? Тоже информация. Какую теперь с вами вещь? Что? Оказывается, что информация многомерна. Относительно человека. Есть некий предел, поднебесная черта, так называемая, под которой все руны изображаются, но часть руны выходит за нее. Вот, и есть человечек наш? Как он получает информацию? Из каких источников? Значит, раз мы находимся с вами в материальном мире, то самый простой информационный источник какой для нас? Волосы. 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 Пища. Пища. Сейчас мы выливаем, да? Малыш. Для него сейчас какая информация? Ребенок. Родился ребенок? Ребенок. В утробе находится. Какая информация? Пища, так или нет? То есть информация, которая нас заполняет с момента зачатия и прочее, самая первичная информация, это пища. Если мы этого не будем понимать, что вот именно эта информация, то все остальное там будет непонятно. Так вот, пища попадает, да? Затем проходит, расщепляется, затем рассасывается и дефекация. Остатки то, чего не надо. Вот так мы перерабатываем с вами информацию. То есть информация попала, мы эту информацию расщепили, получается, попала информация. Сначала, здесь что у нас? Тор, да? Первый этап обработки. Почему тор? Читаем двукоярели. Род. Род. Покусали, разорвали сначала, да? Грубо, грубо наполнили ферментами, опустили в пищевую. Дальше расщепили на элементарные кирпичики, те, которые состоят сами из себя, поэтому элементарные это не система. И затем вот с этих кирпичиков начинаем складывать свою стеречку. То есть надо построить там клетки печени, мы строим клетки печени, мозг, кровь, кровь. Так вот, украли. Вот точно так же с этих кирпичных начинаем все выстраивать свое. Но это пока система здоровая. А если система подверглась информационному нападению, внедрению, вирусу, скажем, либо геномодифицированным продуктом, да? Есть объекты геномодифицированные, и вводят в пищу, да? И вводят в нас. То есть мы получаем уже искаженную информацию. Геном, который на Земле, в общем-то, существовать не должен, и он сам не развивается, не плотоносит. То есть семена геномодифицированных, да? Всех этих, кто же произрастает, они же не дают потом потомство. Знаете об этом, да? То есть все равно новые, 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 новые. То есть если мы это потребляем, то мы тоже перестаем плотоносить. И в буквальном смысле, и в переносном смысле. То есть оно влияет и на мозги, и на все остальное. И так вот это первый уровень информационной обработки. Вот если грубо, это понятно, да? То есть пища – это первая информация, о которой мы работаем. Если организм наш здоров, если мы функционируем нормально, у нас иммунная система в порядке. Почему? Потому что 3 четвертых иммунной системы находится вот здесь. А как это называется? Жизнь – вот. Жизнь – вот. Понятно, да? Вот тут находится. И только 1 четвертая в подкошке находится. Это внешняя. Итак, воинов у нас перебили. Ну, казачество, да? Мягко говоря, элиту убрали. То есть иммунную систему здесь разрушили, здесь разрушили. И поэтому и поют там. Якараса на солнце. Сгинет. Слово «сгинет». То есть они уже списали народ, потому что знали четко, что будут петь, и никто в словашь не вдумывается. Вот то, что в Верховной Раде там каждый раз они приходят на сессию, все это поют. Вы думаете, кто-то из них вообще понимает, что он поет? Вот это вот как раз голограмма, вот это как раз стереотип. Заложили в голову, человек работает по определенной программе. Ну, так, чтобы корректно было. И мы же не назовем говорящие животные, да? Вот, а вот такой вот геномодифицированный существо человеческого облика, который выполняет определенную программу. Тоже на самом деле действует по определенной программе. Поэтому, первое, для того, чтобы мы восстановили свою энергоинформационную систему, она работала, функционировала правильно, надо с чем разобраться сначала? С пищей. Человек состоит из того, что он кушает. Так ли? Поэтому вот эта информация, грубую материальную мёд, которая к нам попадает, за неё как раз отвечает вот этот вот мозг, третий. Этот мозг, который здесь находится, в солнечной сплетении, третий мозг, он как раз отвечает за переработку этой информации. То есть он её получает, рассчитает, смотрит, распределяет. Но если мы вносим в пищу, пищу искажённую, грубую, и у него ошибка получается, да, информационная ошибка, он не знает, что с неё делать. Вот с геномодифицированной продукцией, он не знает, что делать. Организм строить надо, и вот он начинает тогда вот эти компички строить вот с таких вот вещей. Собирать там, лететь. Будто эти функционирования не будут. Вот это заболевание. Вот все болезни, это неправильная переработка информации. Не умеем работать с информацией. Все болячки. Но, если бы этот бы ещё и справлялся, бы как-то, но это то, что есть вот этот мозг. И вот этот мозг в эту топку кидает, что туда не попадет. Видели, вот в видеоролик выложили, как учитель биологии там провела эксперимент с хомячками в школе. Три группы хомячков, да, и дети кормили. Эти кормили так, как положено, один мальчик нам их кормил. Эти кормили только сухариками, флинт, а этих только чипсами. Через 21 эти обнесели никакого потомства. Эти заболели, а эти размножаться стали. Что произошло с этой учительницей? Буря. Её обменили в жестоком обращении с животными. То, что дети вот это ели, это не жестокое обращение с детьми. Понимаете? Но зато дети вот этих классов, которые участвовали в эксперименте, кушать сухарики и чипсы перестали. И пить Кока-Колу. За это её вне гордыни. Да. Ну, это вопросы информационной безопасности. Там называется так. Пищевая безопасность, да, в государстве. Так у нас этой программы нет вообще. У нас пищевая агрессия. Нас просто сейчас уничтожают, убивают. Особенно в городах. Если все левые там смогли что-то допустим, то есть кто-то есть, сами что-то вырастить, да, и потребить этот продукт, и вы знаете, что там и как, то в городах вариантов же нет, права выбора нет, люди лишены этого. Вода. Что вы знаете, что в бутыле наливают? Знаете, что в бутыле наливают? Что из десяти, допустим, вод предоставлен, её из девять видов пить нельзя. Она проходит очистку, так называемую, мембранную. Что после мембранной очистки получается? Структура воды рвётся, да, химически она чистая, там нет перемещения, но это не вода, это смерть. Её нужно живой сделать. Вопрос, кто знает, как воду сделать живой? Кто руны знает? Кто возьмёт руну ман, вот эту, да, ту же, вилами, вилами по воде пописать, да, перед этим в ступе надо поколотить? Вот это и есть перекодировка, структурирование воды. Писать вилами по воде и того, что буду в ступе. Изменение информационной программы воды. Поступающей вместе с пищей в организм. Вот раньше этим занимались вооружены. Сейчас мы это убрать, эти знания, но будем восстанавливать. Поэтому вот такая система. Вот это первый уровень информационной. С этим понятно, да? Понятно. Второй уровень информационной. Пять органов чувств. Тоже о них знаете, да? Львиная доля информации через что идёт? Через глаза. Вот поэтому я всё время пишу. Потому что 9% все учили. Уши высваиваются. Всего лишь нам всё. Поэтому 9% через уши вкладывается. 50%-60% идёт через глаза. Вот это торсионный генератор, так называемый. С помощью которого идёт воздействие на аудиторию. И всё это подкрепляется гербализацией и жестами. То есть я ничего просто так не делаю. Я вам сразу говорю. Ну честно признаюсь. А ваш выбор такой. Принимаете, не принимаете пищу. Прогоните, не прогоните. Вчера не переварил, ночью не спал. Слишком много получил. Поэтому всё на самом деле просто. Вот это первый сборник. Второй уровень это наши пять органов чувств. То есть глаза, слух, средства массовой информации и вся махина, которая нас уничтожает. Вот эти уровни они контролируют. То есть они контролируют через пищу сейчас и через средства массовой информации. В основном. Единственная душа, которая сейчас получилась, это что у нас с вами? Интернет. То есть там можно найти всё-таки информацию, которая достойна веры. Потому она какая? Достоверная. А вот как из неё вычинить действительную информацию? Для этого вы должны включить фильтры, обработать её, расщепить и посмотреть. Она резонирует с вами? Соответствует вашему геному? Соответствует вашей вибрации? Не вопрос. Значит наша информация. Не соответствует есть отторжение? Развернули случай и забыли. И третий поток информационный. Это вот отсюда. Понятно, да? Как здесь поставить фильтры? Чем? Самый? Алкоголь. Алкоголь раз. Чутюнка. Курение два. Чутюнка. Любая вещь, которая центру удовольствия раздражает, ставите фильтры. Абсолютно точно. Вы сейчас говорили нам, что-то у вас распыляют какие-то самолеты. Международные вопросы разбирали перед беседой с нами. То есть летают по определенным маршрутам эти самолеты. Создают сетку над городами. Распыляют. Получается информация. Потому что просто так кристаллы летят, они все равно оставляют следы. Это как след на воде у Плынкина. Запишите себе Плынкина, найдите, почитайте. След на воде. И вот таким вот образом небесную воду, небесную воду, структуризируют. Вот роса на солнце, которая испарилась, она перешла в какое состояние? Газообразное, да? Так вот, как раз этой водой занимаются вот эти... Какое там слово модное говорит? Химтрейл. Химтрейл, да. Вот это химтрейл, который сейчас тут делают. То есть они понимают, что некоторые перестали пить. Значит, перестаешь если пить, то через полгода мозги начинают включаться. Работать начинают где-то через год. Трезвого образа жизни. Бросают курить, значит, чёси, здесь древесина. И вот потом начинает работать иммунная система, и информация начинает поступать отсюда. Вся штука в том, что эти ребята воздействуют на эту информацию не могут. Они, да? Они ей не владеют. Если только человек понимает, что он освободился от этой информации, от той, которую мы получаем на втором уровне, да? Через наши пять органов чувств. И человек выходит на приём информации вот отсюда. Вот это уже вольный человек. Вот с ним сделать насчёт. Ну, смитлённое. Там-то про смитлённое ещё далеко, скажем. Но хотя бы, чтобы мозги славянские. Аз, дальше человек, потом людина и смерть. Ну, или жить. Ну, и нежить. Ну, это смерть. То есть кто-то из славянских народов называет племёнки «покажи», а кто-то смерть, там, оно по-разному. Поэтому вот основные категорирования душ на земле, то есть люди, которые приходят и начинают только отрабатывать, пришли в эту жизнь, начинают жить, да? Вот они смерть. То есть они отрабатывают определённые программы. Убей, укради, стащи, изнасилуй, проявляйся. Вот это вот это вот как раз уровень. Вот человек себе этого позволить уже не может. Человек это тот, который либо туда, либо туда. Вот он зависит. Вот поэтому в Конституции Украины и заложить вот это слово. Людины, чтобы не поднимались до уровня человека. Это тоже программа. И вот человек это как раз тот чело наверь, да? То есть через чело начинает получать вот эту вот информацию. Людина вот отсюда информацию не получает. Она получает из средств массовой информации, от элиты. Вот у Савика Шустера там видели, да, элиту, которые там голосуют, профессоров там собирают и так далее. Вот они там голосуют. Эту элиту нам воспитали. Этих зомби. Вот они как раз направляют. Но как только стал человеком, всё, информация пошла отсюда, человек уже не обманывает. То есть он начинает раз-влечать. Он раз-жёвывает информацию как следует. Он понимает, что нужно сжевать для того, чтобы заработали мышцы. От мышцы идут сигналы, импульсы на мышцы тонкого кишечника. И они начинают что? Работать. Ра-бо-тать. Вот они начинают как раз сжиматься. И вот идёт перестатика, так называемая. Всё это запускается вот так. Если вы не разжёвываете, а поглотали, просто туда упало, то эти не знают, что сюда пища попала. Это нажевать надо. Всю информацию нужно раз-жёвывать. И если вы её не разжевали, если вы её не расчленили на первичной, не разобрались откуда она и как, то вот это всё ваше, они не знают, что попало туда что-то. И когда она туда попала, она не готова. Ни железы внутренней секреции не заработались, ни ферменты не выделились, ни аминокислот, ничего нет. И вот тогда вот это тут начинает делать шкоду. И вот тогда оврал. И боли головные, и всё остальное. Поэтому найдите в интернете, сейчас он его огуловщиной называет. Вот он восстановил древнеславянский массаж живота. Ну или висторальная хиропрактика, как называемая модельная хиропрактика. То, что в старой веры сохраняли, значит, в общем-то, всё это здорово восстановило. То есть через живот, через жизнь, вот, можно даже лечить огнестрельные ранения в голову. Раньше так и делали. Если знать, как манипуляции осуществлять с животом, то можно настроить всю систему на восприятие и правильную переработку информации. Как этой, так и всей остальной. То есть даже на участке головного мозга воздействует через живот, через орган. Вот путём массажа. Ну просто надо знать, какой механизм. Какой орган первый, какой второй. Послушайте, вот лекция другого. Всё рассказывает. Сейчас уже ничего не скрывает. Всё дают. Поэтому наши желчного пузыря, это президент, если словом современно, вообще голова, живота нашего, желчный пузырь, на него открыли, понадавили, начал работать, с него пошла желчь, да? И тогда никакая отсюда информация другая, ненужная, даже если она не минусовая и негативная, ничего она не сделает. А если закрыт, если холецистин хронический, если там камешки, если там всё, ну вот какой пищеваритель? То есть информация поступившая не перерабатывается. Поэтому увеличивается количество, то что дефекации подвергается, а полезного очень мало. Поэтому родители начинают болеть. Не хватает информации. Точно так же не хватает информации для мозга, а рано или поздно человек приходит к пониманию, к людям, что для того, чтобы вот отсюда всё получить, нужно поснимать все эти фильтры. Поэтому весь информационный боток, всё вот это снизу, здесь Майдан, вот Майдан, вот фильтр ставят, вот здесь. Если только бы они отсюда получали информацию, то они понимали всю эту картину, что сейчас Майдан, прежде времени этого делать нельзя. У нас теперь желудок Европы, когда к себе присоедини, он переработает. У нас есть с Европой соглашение 1994 года. Зачем нам ещё одну запечатку? Только в том были, в первом, в 1994 году, ратифицированном, в 1994 году, вступившем с 1 января 1998 года, были обязательства Европы, а в этом нет обязательств Европы. Потому что тогда, когда разваливали Советский Союз, то торговались. А вот самое ядерное оружие на дому отдать. Ну на дому. Ну отдать. Ну забирайте. Ну денег дайте. Хорошо, дадим, но потом. Сначала разоружитесь, а то обманете. Ну ладно, разоружили. Дайте денег. А какие деньги? И вот сейчас в этой ситуации всплыло. Вот эти 160 миллиардов, как раз и есть, в общем, та сумма, которая эквивалентна той сумме, которой Запад не заплатил Украине за разоружение, за чем-нибудь, за все остальное. Кравчук признал когда-то у Совета Шустера, что они ядерное оружие отдали на 1 триллион 200 миллиардов долларов. Да. Аккуратно отдали. Это он признал сам публично. Там выступление было. А? Я с архистрой. Да, я с архистрой. Есть, есть. Было такое выступление, но просто если оно осталось в интернете, вы что-то выкладываете те вещи. Кому отдали? Кто вошел в пятерку ядерных держав в 91-м году в Украину ходил, а кто вместе не вошел? Изумно. Изумно. Да, да. Поэтому, ну вот так все. Так получилось. Так вышло. Поэтому сейчас отдать если 160 миллиардов они не могут, в связи с тем, что у них бюджет Европы 132, там, с копейкой миллиарда. Потому что они говорят, как же, чтобы разденемся себе ничего и никак. И вот сейчас по этому начали старые дни. Поэтому вот такая вакхана. Но людям-то об этом не говорят. Азарх только говорит, ну мы сейчас не можем сказать, им же не разрешают эти вещи говорить. Вот так открыто. А если бы они признали, что вот есть договор, вот есть обязательства Европы, что Европа это кидалы, и то-то-то-то-то-то-то. Ну было все вроде как понятно. А в связи с тем, что вот не рассказали это, сейчас вышли на майдан. Что-то чего не дольется? Подписание соглашения с Евросоюзом, отказ от первого договора, значит Европа не выполняет своих обязательств. И все. И до свидания. И дальше они просто перерабатывают Украину, перемалывают. У нас два варианта. У нас два ресурса, которые нужны. Они хотят вот где-то продержаться так, месяца три-четыре, а может быть даже полгода. Перерабатывая Украину. И так и говорят, что это земля, это земельные ресурсы, рынок огромный. Да? Покрутить еще деньги через рынок. И второй-то люди. Два товара есть на Украине, больше ничего. Заводы им не нужны. Вот сейчас пошли дискуссии, я не знаю, до вас они дошли или нет. Женщины чем будут зарабатывать, мы говорили перед началом встречи. Что предлагают нам? Самый первый, самый простой уровень заработки. Суррогатное материнство. Вот что нам готовят. Евросоюз. Мужчинам мужское, а женщинам женское. То есть мужчин педерестам, а женщин суррогатное материнство. Механизм против нее. Что мы можем думать? Хорошо, вот собрались, и наконец-то говорим, что оказывается, вот такая картинка была нарисована в 91-м году. Мы сейчас пожинаем это все. И пока эта информация не овладеет хотя бы одним процентом, чтобы начался эфир с этой обезьяны, вот будет Евромайдан. И будет непонятный Антимайдан. Вот смотрите, как они работают. Ведь вы поймите, и власть, и оппозиция – это одна шайка лейка. Это одна система. То есть есть некто сценарист, который сидит в госдепе Соединенных Штатов. Есть режиссер. Это посол Соединенных Штатов Украины. Вот этот режиссер режиссирует по тому сценарию, который там. Написали ему. А власть и оппозиция – это трупа артистов. Вот мы с вами в театре все сидим. Кто-то в партере, кто-то на галерке, кто-то там в середине, кто-то стоит там в рядах и так далее. И вот перед нами эта трупа разыгрывает этот концерт. И у Юлия Торча своя роль. У Юлии Владимировны своя роль. У всех остальных тоже своя роль. Но все эти роли расписаны. И они каждый ослучивает свой монолог. Но при этом, как она ставит опять в систему какую, да? Опять двоичности. То есть есть власть, есть оппозиция. Есть Россия, есть Украина. То есть опять двоичность. Никакой троицы. А что, нет третьего выхода, что ли? Есть, но мне просто никто не говорит. Вот третий выход – это мы с вами. Пробуждающиеся, просыпающиеся. Поэтому сейчас, засевая семена, мы должны говорить, что должно произойти великое объединение славянских народов. Это первый посыл, который должен пройти. Я вам сказал. Второй посыл – это воссоздание. Савянские народы и в Европе тоже присутствуют? Конечно. Нам их надо присоединять к себе. Конечно. Поэтому Киевская Русь, она была, есть и будет. Московию присоединяем, Белоруссию присоединяем, Казахстан, Казачий стан, который сейчас заселили, Кайсаки, Казахи так называемые. Тридцать четвертый год, там буквы-то только поменяют. Понимаете? Точнее, их землю. Ну и опять же, извиняюсь, давайте уже вберемить дискуссию какую-то. Вот если рассмотреть вот эту систему иерархии построения аз, чьего, лют. Здесь за время жизни возможна эволюция подъема вот этой людей-смертв до уровня там человека. Либо это процесс, скажем так, созревания сознания, зерна, он как бы заложен уже космически и это длительный процесс. И сейчас мы, да, вот здесь мы собрались определенная группа, скажем так, проскнувшихся или начинающих задумываться. Пробуждаем. А работать-то мы идем к тем людям, которые вот сейчас, это огромная масса. Конечно. Как их столкнуть с этой точки закипания, вот чтобы они начали... Я все время говорю, не надо никуда идти, занимайтесь собой, спасите сначала себя самого. Вы станете вот той заразой, которая начнет вибрировать. И не надо ничего человеку говорить. Вот вы сели рядом с ним, это будет уже достаточно. Они не идут, не садятся. Насильно одет. Насколько не дадут. Вы не превращаетесь, не превращаетесь в того вируса. Это не наш метод. Мы не нашим методом. Спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вспоминаете сразу. Если мы будем идти иначе, наши все движения обречены на провал. Поэтому у нас должен быть жесткий план. Сели вот сегодня, составили, да? Великое объединение странских народов, воссоздание русского языка, воссоздание русской культуры, делаем что, создаем громады, расписали, все это открыто, без всякой категорологии. Выложили, а завтра поменяли план. Вот они и не будут знать, что с нами делать. Поэтому вот эта внеплановость, вот это творчество, сотворчество, вот этот божий промысел, да? Вспоминайте Пушкина. Помните, да? Проведение. Кто может его предсказать? Русское чудо кто просчитать может? Оно находится за пределами математики, оно не просчитывается. Это вот тот бесконечный ряд, который уходит вот туда. И вот это сейчас начинает работать. Время этому пришло. Поэтому пишем планы и не выполняем. Мы же такие же мы описали, мы гранили. Да, и никогда не выполняем. Абсолютно. Поэтому у славян было и есть так называемое здравоскептическое отношение к закону. Закон что-то ишло. Куда подвернул, куда это ишло. Закон как столб, его и обойти можно. Вот мы никогда не выполняли правила и выполняли будем, потому что мы сами, поймите правила, мы творим свою Вселенную вокруг себя. Мы сотворцы. Мы созданы по образу и подобию. Для славян вот эта система не годится. А сотворец находится где-то на каком уровне? Человек или альтерна? Человек. Человек начинает творить. Человек на свой. Людина, это вот тот уровень духовного развития, при котором закладывается базовая основа для сотворения. Принцип какой, по которому они живут? Дом построиться и на роде дерево посадить. Понятно, да? А когда начинается упорядочение пространства вокруг, моя хата с краю заканчивается и говорят, о, так нас же громады, нас же община, наш мир. Вот тогда уже это вот этот уровень. Ну, хозяева, либо людины, они же тоже строят, собственно говоря, мир. Я же вот себя, вселенную создавал. Они готовы. они готовятся. Это так называемая лока, локальная часть. Вот они тренируются, там, сарайчик построил, там, поросеночка завел, там, это сделал, сад посадил, это учатся, учатся. Потом переходят уже на ментальный класс и создают образы, образоваяния. Вот то, что себе построил хозяйство, купил машину и все, это еще люди. А вот когда человек начинает мыслить образами, называется, занимается образоваянием. Образ начинает складывать. И мир тонкий начинает себя складывать. Отсюда берет информацию. Вот тогда уже этот человек только ему подсеет. Потому что тогда когда у вас работают всего четыре чакры, даже если вы знаете о том, что здесь вся вот эта система, пучитесь, вы не пучитесь, все равно человек у нас становится. Поэтому и говорят, все люди, да не все человеки. Пословицу вспоминайте. Все люди, да не все человеки. Да, все люди, но не все человеки. Так вот, раньше была у нас система, при которой, отвечаю на ваш вопрос, теперь жесткая, конкретная, вот так, одним-двумя слабая. Система варного предполагала переход с одной варной в другую при жизни. Хочешь? Священное право выбора. Хочешь быть воином? Не вопрос. Иди, человеческий, правленцы, занимайся. Хочешь стать волковым? Не вопрос. Иди, учись. Поэтому Сталин задавал всегда один и тот же вопрос генералу. Вот недавно видели последнюю передачу Савелька Шустрова? Там генерал сидел, со стороны оппозиции вещал, хвалил там все это, Майдан и все остальное. Не видели? Никто не смотрел эту передачу. Интересная была передача. Офицером он себя называет, генералом. Ну, генерал не звание, это счастье. Вот эта вот элита такая, мягко говоря. То есть у нас генералитет, наш рухнул в конце 70-х, начале 80-х. И с тех пор генеральские должности стали замещаться только смертными. Специально была кадровая политика, фунт Сталинский, да? Кадры решают все. Когда Сталин Сталина убили, пришел Хрущев к власти, они поменяли лозунг. Ну, как вот. В кадрах решили и все. И вот, когда в кадрах решили и все, начался как раз этот этап. И вот прошло замещение. Просто знаете, генерал, потому что я из этой системы, я отдаю себе отчет своим словам. Кто-то там сидел в этой студии, возможно, он генерал там по званию, но он не человек. Потому что то, что он говорил, это предатель-изменник. Офицер так говорить не может. Единожды присягнувший народ бывшего Советского Союза, он сейчас изменил свои клятвы и против этой клятвы, то есть он присягу принимал, присягу принимал. И сейчас присягу нарушил. Сидит и вещает. И никто из оппонентов его, из власти, не сказал, что ж ты генерал пришел, ты когда присягу принимал? Самый простой вопрос. Если ты изменил присяги, то какой ты офицер? Иди на Майдан и не рассказывай, что ты генерал. Какой вопрос Сталин задал сам генералу? А вот он, наверное, какой генералу всегда задал вопрос. Ты враг или дурак? Если дурак, то навык чем, а если враг, иди. С врагами один оттелок. И тоже таких вариантов нет. А Сталин действовал с ними и их же методами. Вот Сталин получил жреческое образование. Был в восьми ссылках и с семи бежал. И заодно и не бежал. От сидел от звонка до звонка. Вот объясните, что он там делал четыре года? Да, в Сибири. Учился. Учился. Вот его обучали жрецы. Как это вести? Поэтому он понимал, что клина вышибает, вот он их вышибал. Именно теми же методами, которые они применяют. То есть он развернул эту всю систему против них. Поэтому была супердержава, была империя, он восстановил империю. Сейчас говорят, вот, Путин хочет создать империю. Это же генерал. Вот империю создает. Вот империю. И словом мугает. Вот империю. Что плохого в этом слове, скажите, для славян? Имя Имперуна. Да, имя Имперуна. Имя Имперуна, покровители у Дети, Тарфи Тара, Великая Тартария. Что плохого? Боятся. Как только сейчас мы начнем воссоздавать империю, вот, Киевскую Русь. Поэтому и западные славяне к нам пойдут. И сербы, и все остальные. И остальные присоединятся, втянутся вот в этот круг город. Потому что, поймите, народы, которые хотят выжить, у них только один шанс. Это сейчас сохранить славян, способствовать их объединению, и чтобы потом славяне могли всех остальных вытащить за самую землю. сохранить. Мы как бы этот процесс наблюдаем информационное пространство это идет. В интернете, контакты, информационное поле слаганов работает. Вопрос, как это вкинуть в политический слой общества, в лидеров. Сейчас, те, кто на Майдане даже тезис о громадах, я еще не знаю, не слышу. кадры решают все. О том, что в кадрах решили и все. Вся элида сформирована вот из этого вся элида. Ему хоть ков на голове тиши, вы туда ничего не вкинете. Если человек пришел, душа молодая, почему коррупция? Вот ответьте на вопрос коррупция, почему? Почему воруют? Пришел человек на такой уровень, смотрит, говорит одно, делает третье, а заказовка делает другое. Объясните, почему? Совести нет. Это не плохо и не хорошо, это просто уровень. Вы кто-то кто в лесу? Нижний на работе. Все в лесу бывают? Все в лесу, да? Есть нижний ярус, есть средний ярус, есть верхний ярус. У вас есть какие-то претензии к траве, почему она ниже, чем деревья? Есть представители? Так и тут. Нет ничего неплохого, поймите правильно. Они нормальные с точки зрения своего уровня развития и требовать от них чего-то другого нельзя. Вот поэтому сейчас то, что нарождается территориальной громадой, вот это и есть перехват власти снизу. Они этого боятся, они понимают, что это такое. И сейчас, чем больше грамотных людей появится, сейчас, если вы распишите все эти алгоритмы, построите юридические конструкции, даже по тому худшему законодательству, которое есть у нас, да, у нас какой законодательств с вами? Несогласованное, абсурдное и нелогичное. Берите один кодекс, он противоречит другому, берите это, он противоречит другому, и вообще-то непонятно, что и как. То есть можно и так, и так, хотели или не хотели, они все равно создали вот такую правую систему, в которой мы с вами живем. И даже эта правая система позволяет нам при определенной сноровке решать свои вопросы. как бы они ни хотели, базу они заложить не смогли. Поэтому базы единым червом влады кто у нас есть? Народ. А раз народ должен осознать, что он единственный источник власти. Если вы единственный источник власти, перед этим вопросом, что туда вылит упулять перед этими бисерками, так? Нет, не вылит упулять, но хотя бы, чтобы те люди, которые осознают, там, кстати, сейчас много, ну, по крайней мере, в интервью грамотных людей, которые говорят, что мы уже и не за оппозицию, и не за какую-то политическую сторону. Действительно, нужно просто развивать самосознание, самоорганизацию. Об этом сам народ уже начинает бурлить. Но единственное, давать этим людям инициативу. Вот как-то, я понимаю, что масс-медиа не будут приветствовать вот такие интервью, но тем не менее, они просачиваются и люди начинают думать. Ну, это же хорошо. Значит, процессы-то идут. Поэтому, поймите, вот эффект сотой обезьяны был, есть и будет. Пока один процент не владеют этими знаниями, пока не владеют процессы-то лавинообразные, вот каждый человек должен девяти другим передать. Тогда начинаются вот эти вот процессы. И оно все пошло, и пошло, и пошло. Вот что вчера проходило на Майдане? Народные вечи, да? А ответите, что такое народные вечи? Кто знает? Вот там вечи состоялось или что там? Вот мы должны сказать, вот то, что там состоялось вчера на Майдане двадцать человек, это шамаш. Это шамаш. Так или? Что такое народные вечи? Ну, то есть вы представители, были бы вы полномоченные? Либо самовы? Нет, 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 нет. Где их взять? Их же надо родить, те кто-то представители. Я к вас обращаю к книжке Владома Лукашевича. Почему англичане ненавидят славян. Вот там есть двенадцатый пункт, и вот он объясняет слово вагомачи, вагомаги, вагомаги. Это то, что бритяне когда-то там были, потом, ну, судьбу, знаете, славянского племени бритяна. То есть пришли туда англосаксы, вырезали всех мужчин, а женщин пустили на обогащение собственного гинобома. Вот они так со всеми поступают. То же самое и в Америке, то же самое и с палапскими русами сделали. Палапские русы это кто? Пруссы. То же самое сделали с племенами западных славян, это вот альбегойцы, то, что Франция, Испания, то же самое. То же самое сделали с малазийскими русами, то же самое сделали с русами, которые жили в Горной Руси, Грузии. И сейчас вот вчера там интервью этого живущего галстук показывали. Где славяне? Где эти племена, скажите? А вообще они сейчас славяне? У нас уже как намешают политически? Вообще как бы есть смысл говорить о славянах чистыми? Мы не намешают. Мы чистые. Не знаю, как вы. Не заобируйте. Не надо. Такой номер не пройдет. Это в позитиве можете рассказывать. Это вы чистые. Вопрос в том. У нас еще Белоруссия есть. Там вообще чистые. Мы там сколько уже эшелонов проходило с панатами. И выкашивали, и вырезали, и пересевали с семенем других. И что, цвет кожи изменился? Представляете, черный или шаг? Это что? Уже тут сидит. Уже тут работа проведена. Это же здесь. Но работать-то надо нам с тем населением, которое есть с собой. Я вас обращаю вот к чему. Возьмите, подсчитайте иерасиму наручную антропологию и разберитесь с признаками. Для того, чтобы не говорить о губленном не просто так, а займитесь изучением основоплагающих вещей науки и посмотрите. Что такое, скажем, величина в бровные дуги, что означает, челюсть, что такое разрез глаз, что такое брови, что такое ушные раковины, строение головы. Все. Почитайте. Вот перестаньте говорить, поверьте. Вот почитайте. Вот на этой передаче у Шустрова вместе с этим генералом сидел свободовец. Явные признаки неандертальца. И при этом люди услышали и хлопают в ладоши. Да, интеллект раскачали человека. Явные признаки интеллект. На самом деле раскачали. Вот эти товарищи, чтобы вы понимали, им не можно раскачать интеллект выше, чем у человека. Вот не можно раскачать. Им будут рассказывать сказки и говорить так сладко. И все хлопают в ладоши. Так логично, так все хорошо получается. Но вон ты бездушный, при мне он малодушный. То, что здесь уже ниже, ниже. Вот эти бездушные. Это малодушный. Не, ну мы тогда сейчас придем к определенному пониманию то, что нужно проводить зачистку. Не надо никакой зачистки. Логика простая. Вот смотри, логика очень простая. Если в организме завелись гельминты, нужно организм почистить. То есть что? Нужно пищу соответствующую, ту, которая им не нравится, они сами выйдут. Вы же не будете уничтожать собственный организм. Ну если что, все, живот вырезаем, все потрохаем, выкидываем, что ли, что? Ну логика где? Вот думать, начинайте. Очистка производится аналогично, что вот на этом плане, что на том плане. Не надо никого никуда гнать. Не надо никого никуда преследовать. Надо просто сначала начать. Различать. Поэтому я говорю, изучите антропологию, изучите признаки, чтобы вы понимали, кто перед вами стоит. Если вы не владеете чутьем, чутьем, вот подошел человек, как собака, друг друга определяет, да, сочувствует, нравится, не нравится, по запаху. А мы сейчас определяем, потому что говорим. А надо определять по запаху. Значит, ну что сделать? Обострить свое обоняние настолько, чтобы подошел не наш. Я иду как-то по Киеву. У меня такое впечатление, что просто вот облили вот чем-то. Я не хочу сказать, что там, где-то что-то. Иду вот эти сапки. я их не видел, я их просто почувствовал. За несколько метров. При том, при всем, что у меня нос тысяч до полом, и у меня обоняние очень плохое. Перегородка смещена. А появляется другое чуде. Человека просто начинаешь вибрационно ощущать. Свой или чужой? Какая частота? То есть подошел в свой прием, кто тебя работает, и теперь один раз пошел по диапазону. Вот здесь. Красавчик. Наш. Есть. Поэтому не надо никого гнать. Собой надо заниматься. То есть все время занимайтесь собой. В первую очередь самообразование. Займитесь чисткой собственного организма. Как только почистить, как только у вас будут эти стереотипы и тут вас вложены, не будете никого гнать. И не надо никого гнать. Почистился и ушли. Вопрос только найти место для дефекации. Чтобы убить без рожда. Там, где все это дело можно утилизировать. Не больше, не меньше. Поэтому не нужен экстремизм, не нужна какая-то агрессия. Не надо никуда бежать или ломиться. Понимаете? Не нужно это. Это самая такая. Где эта пища и что является... На доступ. Не, не о другом. Информационная пища. Вот я мне и говорю. Он уже формализован. Она обрела уже форму. Вот информация. Вот там все идет. Вот если это каждый поймет, и каждый поймет, что сжал уже почистится, все, нет вопросов. Не о другом. Ну и уже, как бы, ну, крайне в рамке нашей семьи, там, 2008-2009-2010 год, проходим определенное тоже такое взросление, путь ошибок. Наблюдаем, что славянская тема тоже разобщена. Что много направлений, там, эти волхвы то говорят, сибирское направление то говорят. Но ты пытаешься анализировать на себе, потом ты видишь, как это у тебя в жизни проявляется, подтверждается или нет. Но все равно очень большой шквал информационного такого на нас сваленного пищесброса, да? И пока ты все это перерабатываешь, а жизнь уходит. А реакция, вы... Жизнь не уходит. Ну, я имею в виду, она проходит, и тебе приходится все это на своем опыте переживать. Правдивую ты включил к себе информацию. Она и не проходит, и не уходит, она идет. Вот смотрите, сейчас у нас с вами год черного жреца. Чем он интересен? Опять же, вот вопрос, черный-то хорошо ли тут? Что считал? Я вам отвечу проще. Вот если вы задаете вопрос, это хорошо или плохо, займитесь чисткой и выгоните гельминтом из своего ментального плана. Вот как только вы делите на два, а у вас закон троих. Я не о себе говорю. Про мое черное я знаю. Про других людей, которые в массе своей будут воспринимать, все равно делиться, понимаете? Как только вы скажете черное, пусть они и делятся, понимаете? А мы никогда не делились. Мы всегда размножались эти. Не надо. Вот говорят, когда плохо или хорошо, все, человек попал. Вот для меня это первый индикатор. Все сидит в библейской матрице. Вернем, черный. Да. В черном жреце. В чем особенность этого? Вы говорите, много пошло информации по словам. Вот черного жреца, чем интересен. Что на голову и ламп выльют информации противоречивые, разные, ровно столько, чтобы вы захлипнулись. Что вот этот информационный поток, который идет на вас, и этот в том числе, он, потому и черный жрец. Сейчас идет разделение плевок. То есть вы должны настроить свою иммунную систему которая воспринимает новую информацию на всех уровнях. И на этом, и на этом, и на этом, на то, чтобы начать различать. И вот если сейчас в этом ворохе зачет сдадите, вот сейчас 7522 лет, так или нет, год черного жреца, качество его. поэтому идут эти вбросы. Это объективный процесс. Сверху творец, оттуда программу нам заложить. Разберитесь в противоречивой информации. Разберитесь во всех вот этих вот информационных столкновениях. Когда вы разберетесь, то начинается третье лето круга жизни, да? Сейчас на второе лето начинается будет третье лето. Так или нет? Вот тогда выжившие после этой перестрелки начнут перекличку. А пока этот год мы с вами жуем вот это все, мягко говоря, дерьмо, которое в нас набрасывают. И я в том числе. Вот год черного жреца это год болтунов. Год вот ляпалок, чего хотите, там коварунов и так далее, и так далее, и так далее. Это объективный процесс. Начинается круг жизни 144 лето. Второе лето как раз вот эта программа для того, чтобы засорить все. И только потом начинается чистка с третьего лета. То есть гельминты будем гнать потом. Сейчас надо засорить. Натолкать все, что можно. И потом, когда вы распухнете, раздухнет информация от этой, и вам станет не по себе, тогда вы поймете. Да все брехня. Вот все, что говорят, все брехня. Какого? Блин, наконец-то разобрался. что да, все брехня. Это просто. На самом деле все просто. А вот все-таки место Украины в этих процессах. Не смотрится ли впечатление, что Украина как точка выбора? Начнется сейчас с того... Украина это тоже слово, скажем, матричное, это тоже голограмма, это тоже вот оно. Понимаете? Я сегодня просто разговариваю таким образом. Нет, чтобы люди понимали я с вами согласен. мы говорим Украина, Крушевский как переводил? Русь-Украина, да? Русы-Украина. Уже Круши прибавил до Украина, потом Русь вообще отбросили, а осталась одна Украина. То есть мы сейчас с вами хотим возвращаться к какому понятию? Украина-Руси. Да, Русы-Украина, как это делал Масон Грушевский. Украина-Руси, да? То есть Русь-Украина. Два слова говорит Рянова, а потом Украину отбросить, останется Русь. Все, тогда все пойдет нормально. Я немножко другое хотел спросить. Вот говорят, в 89-й год генераторы эти остановлены, те, которые въевают часто туда, матрицы, что-то есть. Сегодня эти программы, которые там умышленно, то, определенные, которые ставятся на человека, он мыслить не может по-другому. То есть те вещи, которые для человека жить, а сколько они объясняют, человеческие вещи ему непонятны. То есть либо мало, понятно. Правильно, интеллект можно раскрутить, но совесть, которая бы ограничила этот интеллект, она отсутствует уже. Смысл немножко в другом. В том, что все-таки достаточно большое количество людей с определенным типом мышления после ночи Сварова, и Украина-то как раз тот, по-моему, мобеж, который, если она и тем более она ослабит и славянство, ну на мой взгляд. То есть как бы то, что будет происходить в том числе и может быть каким-то образом протормозит и восстановит развитие. Я понимаю, что это вопрос планетарного развития сознания, что мы просто как элементы доступа информации, но тут вот как бы Украина какое место в этом время. Давайте все-таки вернемся на землю наше, отойдем от абстракции и голограммы как бы не было народ, проживающий на территории Украины. Туда стороны сразу понятно. Если мы говорим Украину, то ничего никому не станет. Понятно, я вам ничего не объясню. Если мы говорим народ Украины, вот мы тогда начинаем разбираться предметно. То есть мы имеем перед собой объективную реальность. Украина это абстракция. Это голограмм. Поэтому для начала нужно просто выбрасывать свои лексиконы эти слова. Мы говорим народ Украины, народ, который проживает на территории Украины. Что такое народ, который проживает на территории Украины? Да, мы уже говорили здесь с вами, что да, она мешалась, да, перемешалась, будто бы, да, она мешалась на самом деле, особенно Запад Украины. 200 лет у меня, извините, право первой ночи, да? Что такое девство? 300. Ну, за 200. Почти, почти 300. Как вы думаете, изменили геннадон западных украинцев, так называемых, запухов? Ну, конечно, изменился. Поэтому сейчас они на мотайне кричат, сейчас и песни там не звучат, послушайте там песни. Что Западная Украина? Вот это их дело, и вот сейчас они вот как раз начинают. Что касательно другого, другой части народа, который проживает на территории Украины? Большинство, да, я с вами согласен, не понимает, для чего, что происходит. И вот сейчас кто перекричит, кто наорет больше, да, на ту сторону не склоняется. Потому что инстинкт самосохранения не работает, тем больше, что навязали эту программу. Моя хата с края, я ничего не знаю. То есть уничтожили мир. Ну мир вот так пишется, когда мир. То есть общение, равна. Это буква церемить, если руну берем, то она отсюда из-под небесной идет, и вот опускается вниз, а здесь точка. оттуда и оттуда. Так вот, что народ? Вот скажите мне, что делать с народом, который предал свою миссию? Ответьте мне на вопрос. Что сделать с народом, по вашему мнению, народ, который не хочет идти к Богу, заниматься богосотворчеством, выполнять его миссию, что с ним делать? Дать нахлебаться последствиями собственных решений. Получить. Камер получить. Конечно, получить. Мы сейчас не по этому расшатываем. Вопрос в чем? Если просыпаемся сейчас, то учебы этой жесткой не будет. Если не просыпаемся, там несколько вариантов запланировано. Крым, уже заведены в Крымной велики Севера, там уже сформированы и подготовлены в Сирии на территории Турции прошедшие обучения исламисты, так называемые, там целые дивизии уже обучены, которые зачеты сдавали в Сирии. Это сейчас немножко говорят, там погиб, там погиб, там представители одной организации Крымской Потапской. Но там уже есть боевая единица, там не обучены. У нас в этом году вообще что, прекратился призыв в армию, так или нет? То есть воинов уже нет, все, армии нет, она стала частная. Со следующего года, с 1 января, нас армия частная. Если там где-то чего-то не будет хватать каких-то денег, поверьтесь, олигархи начнут шерсть убрать над целыми частями, над целыми округами. Один олигарх возьмет над округом правую бережную, другой возьмет над округом левую бережную, украинская. Сейчас нам будет армию. Больше ничего. Но она и так уже там 122 тысячи останется. В общем-то ничего нет от этой армии. У нас внутренние войска, там ей ВД гораздо больше, чем армия. Против кого воевать собирается. Против нас, которые начнут просыпаться. Поэтому часть может писать, конечно, я особенно вам говорю, что вот давайте вот и все. На баррикады не надо лезть. Вот сейчас не время. У нас нет ни сил, ни средств, ничего у нас нет. Ни того, ни другого. Ни людей нет, ни средств нет. Да, можно выскочить, вас быстренько точечными ударами выбьют, и на этом все закончится. Поэтому сейчас самое главное, это что определенное количество людей просыпается, запускает салавинообразные процессы. Они пойдут начиная с 2014 года. Сейчас еще чуть-чуть рановато, но пойдут. Начнется так называемое национально-освободительное движение. Национальное освободительное движение имеет один вектор объединение славянских народов. Поэтому мы сейчас должны найти силы, которые говорят, не важно какие они, вот хоть коммунисты, я с коммунистами, вот хотите Симонет под сосудом будет славаться, вот он за объединение, и я тоже, до определенного момента. Но когда объединились, вот тогда будем дальше разбираться. А что делать дальше с коммунистами и со всеми остальными? Значит, начнем их перевоспитывать. Как перевоспитывать? Так, как делал качество. Быстро и эффективно. Сначала создать, как что делал Сталин. Сначала взаимосвит. Вспоминайте, я же вам сказал, есть так или нет. Потом что это делать? Воспитал красных тружеников, но не успел воспитать красных управленцев. Не успел, его убили просто. у него это намечалось на 60-е годы. Два высших образования, обязательных, обязательных, бесплатных. Вот сейчас студенты, которые стоят на Майдане, 60% бюджетных. Скажите, у них мозги есть? Ну, сейчас прекратят бюджетные дни, пойдут в Европу обучаться, как будет, за счет кого-то, за счет чего. Вот смотрите, как мыслят дети-паразиты, да? То есть он учится на бюджете, получает стипендию, он хочет в Европу, где это все бесплатное, то есть для него образование просто закрывается и при этом он берет ломает систему, которая его бесплатно обучает и в конце дает свободный диплом без отработки. Государство обучило, научило на тебе диплом и иди куда хочешь. И вот это наглое, неблагодарное существо сейчас на Майдане и рассказывается нам в Европу и в Балонскую систему. Вот скажите, у детей мозги есть? Нету. Поэтому возвращаемся к тому вопросу, от которого от Ашки. Я же вам сказал, что такое народная вещь? Да? Много вопросов было, сейчас все равно возвращаемся. Поэтому вы знаете, я немножко добавлю... Давайте я закончу, опять вы сольете, опять уйдем никуда. Ну тут просто понимаете, мы затрагиваем принципиальные вещи. Так вот принципиальные здесь, вот то, что я вам говорил, вы не хотите их слушать. А слушаем их слушать? Не хотите? Не хотите. Ну вот уперлись и все, давайте опять уйдем. Я понимаю, кто-то за вами стоит, и как вам не дергают. Понимаете? Так вот, что такое Вячеслав? Имя. Вот он расшифровывает. Это Платон Мукашулич. Вячеслав. Слава Вячий. Или Вечий. Значит, славный народный Вития. Вот это имя такое. Дальше. В Малороссии или в Юго-Западной Руси. То, что сейчас Украина называется. Это вот 18-19 век. Не был Украины. В Малороссии или в Юго-Западной Руси. Собрание Вечий или Вячий во всех селениях и городах были всеобщи. Слово Вечия в последний раз встречается в актах открытым Иванищевым под годом 1564-м. На сих Вечах домохозяева то есть о чем здесь речь идет? О том, что были Вечия, да? Вячий. На них приходили кто? Домохозяева. Сейчас кого на Майдан провели? Детей. То есть это группа людей, которая некомпетентна в вопросе принятия решений. Понимаете, что они делают? То есть они сейчас говорят, что это народные вещи, тем самым дискредитируют два этих слова. Хоть один из них там есть? Вячий маги. Вячеслав. Нет. То есть ни одного попного мужа. Если есть, то, мягко говоря, вот из смертных оттуда. Дальше. Были всеобщие. Слово Вячий последний раз встречается. На всех Вячий домохозяева в обязательном порядке составляющие народное собрание назывались. Так что слушайте. Сходатай. Сходатай субграничный. Соседи оконечный. Соседи субграничный. Судьи конные. Мужевы. По новой мужевы общие. То есть общинные мужи. Дальше. Между ними отличались старцы, которых мнение пользовалось уважением, особенно в таких случаях, когда можно было поставить приговор на основании данных решений народного собрания. Каждый домохозяин обязан был присутствовать в народных собраниях. То есть кто ему провожился? Домохозяин. Кто все? Ну с тем, кто на ВИЧ пришел. Ну вот сейчас там пришли на ВИЧ. А правый голос имеет только народ. Только домохозяин. Только домохозяин. Это копная мужа. Так вот, в позднейших актах употребляется вместо слова речи другое. Купа или копа. Это слово имело древний юз, выговаривающийся через перед Б как Ам кампа. Римляне этот древний выговор заискивают от Этрусцев. Русские родоначальники западной Европы учителя и Кампус Камп-7 Народное Собрание 1868 год глава 6-19 объяснение о сирийских имен 1857 дали имени вагу маги то есть вот Вячеслав мы забрали а маги это муж совершеннолетний человек по-болгарски маш тоже значение и по-польски то есть вечевые мужие граждане в полном смысле слова так вот если мы сейчас имеем детей и студентов и это все называют народные вещи то нам с вами вешают лапшу на уши не больше не меньше вот с этого все и начинается пока не разберемся с вами вот с основополагающими вещами а для того чтобы основополагающие вещи разобрать хотя бы матрица 49 7 на 7 хотя бы для начала вполне достаточно чтобы разобраться поэтому первое что надо делать в интернете все это есть ищите лекции по древнеславянскому языку есть буквица хорошая методичка времени не очень много надо поверьте ну если вот уперец часа два в день заниматься месяца за два за три ну за полгода скажем поднять хотя бы минимум поднять можно хотя бы минимум поэтому все остальное потом будет вот как раз вот на эту матрицу собираться это вот как основание как покоя буква покоя есть вот это руна была это поднебесная а вот две части состояние покоя когда еще ничего не делается вот где она вот покой число 80 бездействие подвешенное состояние покой гонок вот нам нужно приобрести состояние покоя вот когда мы с вами приобретем состояние покоя оно идет после буквы циклон обратите внимание число 70 бог неркто нечто отдельное отделение священного от земного нечто самостоятельное форма структура то есть это кун это середина когда мы понимаем что такое кун как он работает нам нужно прийти сначала в состояние покоя как в одном заведении в служебной инструкции было написано нужно что сделать перестать сучить ногами и не суетиться под клиентом так и нам сейчас нужно перестать стучить ногами и не суетиться под клиентом а заниматься своим делом заниматься собой в первую очередь разобраться собой выучить и только после этого когда человек приходит в состояние покоя его перестают бесы рвать на части его перестает нести он перестает куда-то бегать кого-то брать за грудки и трясти вот только после этого когда он пришел в состояние покоя ему что разрешается дальше какая рука цель Рецы. Речь из речения, течение силы, энергии. Разграничение и разделение. Пока вы состояние покоя в себе не найдете внутри, пока вас не перестанет нести на Майдан. Вот речение этого не начнется. И только после этого у вас будет право, как у знатного Богом данное, на что? На слово. Мысль, произнесенная потом в соединении формы. И после того, как вы только начнете говорить, после того, как вся эта процедура твердого, утвержденная свыше указания определенная форма утверждения. И только после этого начинается этап, вот вся программа действий. Поверьте. И вот сколько раз, не знаю, сколько раз он сказал. Изучайте. Для чего? Элементарные вещи. Просто элементарные вещи. Здесь программа вся написана. Что делать? Не надо никуда ломиться. Возьмите, хотя бы прочтите. Для начала начните изучать. И только после этого УК. Зов послания. После буквы. Взаимодействие. Нахождение рядом с чем-то. Форма приближения. Перед буквой. И только потом появляется чувственность устройства и определенная форма. Вот программа действий. Она вся есть. Почему? Изучайте. Не потому, что нужно буквиться, выучить, какое каждое число. Какая это. Весь порядок действий вашего внутреннего совершенствования, вот здесь, эволюционированный. Он прописан. Он написан. Не надо ничего выдумывать. Не занимайтесь самомнением. Поэтому изучили, прочитали. Только попытайтесь понять, каким образом одна буквица переходит в другую. То есть, когда мы достигли ГОНа, мы сейчас к этому подошли. Вот буквица О. Вот мы сейчас начинаем вот этот процесс, вот тот, о котором я вам сказал. Вот мы сейчас здесь. Нам нужно обрести сейчас состояние покоя. Состояние покоя ума. Состояние покоя тела. Полный покой. И вот когда уравновесились, да? Вот когда перепутаться, перепутаться, ножки перестали. Когда встали на платформу, на покой. Твердо. Твердо стоите, да? Вот только после этого рот разевать надо. Поймите, что вы право получите говорить только после того, как отработаете вот эту программу. Вам дадут это право. Сверху дадут. Оно Богом дано. Но не торопитесь. Не гоните лошадей. Не суетитесь. Не нужно этого делать. Все постепенно. Иначе понесет. А когда понесет, то последствия дальше непредсказуемы. То есть вы уходите в эмоции. А дальше уже без ситуации не контролируем. Хотите контролировать ситуацию? Сначала вот. Попробуйте. Как покой достичь? Все время говорю на всех встречах. Остановите мысли. Мысли остановите. Попробуйте. Получится, значит покой отработает. Не получится. Отрабатывайте. Ищите методы и способы. Поэтому иллюзии не строите. Если вы что-то узнали и что-то знаете, думаете, что вам можно что-то говорить, не обращайтесь. Не обращайтесь. Это не факт, что еще это нужно говорить. Там где-то услышал. Тут где-то что-то услышал. Там где-то что-то там. А где-то понял. Тут понял. У вас право есть? Говорит. А кто дал право? Идти к другим? А это право выбора. Это право выбора. Поэтому, поймите, Бог через нас изучает сам себя. Сам себя. И в том числе и таким способом. Не имеющий права, начинает управлять. Вот у нас сейчас все управленцы находятся вот в этой хастре. Не имеющие права управлять. Что получается? Ну право могут реализовать свое? Свобода выбора есть? Есть. Они выбрали это. Мы согласились с вами на это? Согласие дали? Молчаливое. Дали смолчаливое согласие. А какие проблемы? Ну давайте пережевывать. Мы это заглотили. Вот уже вот здесь наша ситуация. Давайте разберемся, что у нас происходит в тонком кишечнике. Что нам? В смактат. Да? Всосать. А что отправить? Нодификацию. А тот провайдер, который там все это запускает. Он где? Какой здесь вертикальный? А он все организует. Это он и есть. Ну он на каком питате стоит? Я говорю, это он и есть. Вот это все. Это он. Вы же сказали, что за ним стоит личность. Славянин какой-то. Это форма. Это форма. Ну если хотите, можно поговорить. Нет, то есть вы это уже объединяете, что это некий единый, некая единая мысленная субстанция. Это не я объединяю, но так и есть. Я ничего объединить. Я могу только вокруг себя, чтобы объединить самого себя. То, по какому вы говорили, что провайдер, это уже все и есть. Это мы по согласию и слились в единое сознание. Понятно. Не единое сознание и не выдумывайте мы хорошо. Смотрите, что получается. Бог в каждом из нас. В каждом? В каждом. Значит, Бог через меня познает себя. Бог через вас всех познает тоже себя, так или нет? Значит, получается, что я – это вы, а вы – это я. То есть я – частичка Бога, познающая другую частичку Бога и самого себя в том числе. Теперь скажите, когда я понимаю, что вот пальцы и все разные, но на уровне ладони-то одно, так или нет? То есть вот здесь все едино. Вот провайдер – это ладони, а мы вот это вот. Он понимает, что все это едино. Он стал нами, а мы им. И он нас начинает подталкивать потихонечку. Но поверьте, никакого насилия, никакого усилия. Он нам предлагает выбор. Он нам дает знамя. А что ж это вот это толкает сценарий в битву сейчас? По большому счету. Слово «равенство» и «свобода» – это две вещи, которые были внедрены, и они нас сломали. Мы все разные. У вас свой выбор, у вас свое право выбора. Я двумя руками. Потому что это мой опыт. Вы – это мой опыт. Я получаю через вас опыт. Хотите? Делайте. Свобода выбора. У каждой частички Бога есть свобода выбора. Священная. Никто не отменял. Сейчас русский и украинец. Поделили? Поделили. Что нужно сделать? Сказать? Ну, как выйти сейчас? Условно говоря, назовем все это славяне. Вот когда произошло объединение, а мы говорим, вот этого нет. Ты славянин? Да, славянин. И я славянин. Мы сталкиваемся или встречаемся? Встречаемся. Встречаемся, да? То же самое и здесь. Что они вам говорят? Православие, да? Все это. У Бога есть национальность. Если вы только будете подходить к решению общественных вопросов, вопросов громады с учетом вероисповедания, вы обречены на право. Вообще даже не вспоминать. Вот забудьте об этом. Наши предки были веротерпимы. Поэтому вот все равно кто? Мы говорим так. Наша сейчас задача ниже. Согласны, да? Мы именно так и делаем. А они будут на чем-то действовать в соответствии с законом троичности. У вас пропадет вот эта дуальность, и вы не будете. Вот делаем мы это или делаем нет. Оказывается, есть еще третий. Мы их лицо тоже говорим. Он говорит, ну а как? Вдох и выдох. Где третий? Задержка. Не задержка. Пауза между вдохом и выдохом. Потому что задержка – это умышленная задержка. А пауза – это пауза. Попробуйте. Вот пауза между вдохом и выдохом – это и есть вот это состояние. Покой. Покой. Но у нас настолько кратковременно, что мы его не замечаем. Вот одна из медитаций, она в этом и заключается. То есть вы осознанно расслабили тело, расслабили дыхание, дышите свободно. И у вас внутренний наблюдатель, внутренний наблюдатель, вот чем занимается. Пошел вдох. И вот он должен поймать вот эту вот точку, когда начинается выдох. Потом выдох закончился, поймать вот эту точку, когда начинается вдох. Вот попасть именно вот сюда. Вот вы и обучаетесь. Но при этом вы должны не задерживать свое дыхание. Если вы только задерживаете, вы вот эту точку никогда не попадете. Поэтому вы работаете над собой. Но вы должны с громадой работать. Но у вас есть третий вариант. Вы должны вот сюда попасть. Вы должны быть очень бдительны и наблюдать за этим за всем. Сплошь и рядом. Спросите хотя бы документ. Какой-то. Чтобы это как-то оно было. Следующий вопрос. Показали они вам. Или так вы же прокурору заходите. Но вы при этом должны готовить эту встречу. Вы должны приходить к нему в состоянии покоя. Чтобы у вас встреча получилась и нестолкновение. Но когда вы начинаете переводить все это дело в столкновение, вы что должны делать? Защищать свой покой. Что это такое? Как защитить свой покой? Покой-то что? Психий. Да? Равновесие. То есть мы теперь вторгаемся в область психиатрии. Да? Которая занимается вопросами извлечения больной психики. Так или нет? Если вы беспокоитесь о состоянии собственного психического здоровья. Значит вы, идя навстречу, входите в состояние покоя. И вам нужно выйти из состояния покоя. Да? И если ваш оппонент беспокоен. Без покоя он. То вы его должны что? К этому покою подтолкнуть. Каким образом? С государственными служащими это делается вот две секунды. Они сразу все вести начинают корректно. Ну правда заикаются, они вообще убегают. Но во всяком случае сплотновений не получается. То есть вы приходите и говорите. У нас есть закон про защиту психического здоровья. О психической дополнительной, да? Вот как это называется. Найдете его. Есть совместный приказ Министерства здравоохранения, внутренних дел, там прокуратура и прочее. Что все государственные служащие, все, кто имеет отношение к оружию, должны иметь что? Довидку, пробоварение, то периодичный психиатричный облик. Если вы говорите. Хорошо, паны милицианты. Я удостоверение увидел. Но вот ведете вы себя как-то и глаз у вас подергает.